Музыка Многие из вас знают, что я довольно щепетильно отношусь к качеству аудио, к качеству звука Я довольно заморочен на этом Однако это не мешает мне совершенно спокойно относиться к видео Ну, то есть мне достаточно вполне обычного 1080p, мне не нужны никакие 4K Я довольно спокойно переживаю артефакты в темных участках кадра и все вот это вот И последние годы я жил со старой приставкой Apple TV Ее мне хватало для того, чтобы посмотреть сериальчики вечером или киношки Но идиллиям приходит конец и Apple TV сломалась И вот я решил попробовать что-нибудь новенькое, не очень дорогое на замену Почему я не стал покупать Apple TV снова? Дело в замкнутости ее экосистемы И хотя я давний фанат Apple Я не люблю компьютеры Windows, я не люблю телефоны на Android и все вот это вот Но в случае с воспроизведением видео, эта закрытая экосистема очень ограничивает тебя в плане потребления и хранения контента Так как тут все завязано на iTunes, тебе приходится жертвовать разными новыми форматами и всем вот этим вот Поэтому я решил вырваться из этой довольно уютной, но при этом диктаторской экосистемы Apple И начал смотреть, что же сейчас есть на рынке Я наткнулся на такой бренд как Zapiti Это французская компания И они на сегодняшний день делают одни из лучших цифровых плееров в принципе Вообще изначально Zapiti была софтверной компанией Они делали сторонний софт для медиапроигрывателей Dune Вот однажды они решили начать делать свои медиаплееры И вот в этой линейке Zapiti они воплотили все свои представления о том, как должен работать и как должен выглядеть этот современный медиа-центр Вот как раз недавно у них вышла новая младшая модель Zapiti Mini 4K HDR она называется И вот я решил попробовать пожить с ней какое-то время Это самая младшая их модель, однако она настолько серьезно сделана, что когда ты выныриваешь из многолетнего заточения Apple И тебе попадается вот такое, то это прямо какой-то космос Во-первых, она сделана очень качественно У нее хороший металлический корпус, приятный дизайн, лаконичный Ну и вообще все очень правильно довольно сделано На фронтальной панели нет никаких кнопок, только небольшое окошко круглое с логотипом компании в форме буквы Z И вот когда она включена, этот логотип светится нашим любимым аудиофильским синим цветом Ну если взять эту приставку в руки и повертеть, то вы можете обнаружить, что с трех сторон у нее все напичкано какими-то разъемами Сзади у вас полный коммутационный набор Тут, пожалуйста, вам две Wi-Fi антенны, гигабитный Ethernet, два HDMI Аналоговый аудио-видео выход на джеке, плюс выход аудио-оптический То есть вы можете подключить приставку к своему внешнему ЦАПу Да, и слушать звук через свою стереосистему То есть использовать его как цифровой транспорт Вроде бы и так этого достаточно Однако с боковых сторон вы можете обнаружить три USB разъема Карт-ридер для SD-карт И SATA-разъем для подключения внешнего жесткого диска напрямую И за пяти говорят, что можно подключать диски объемом до 16 ТБ И вот, мало того, что вы можете подключить сюда практически все, что у вас найдется в доме Так и сам он видит все, что у вас есть в локальной сети Ваши там нас серверы, расшаренные папки на компьютерах и все вот это вот Я даже не буду перечислять все эти форматы, которые он умеет читать У него в инструкции есть отдельная страница, где мелким текстом все они перечислены Там целая куча Я даже не уверен, что знал об их существовании вообще По крайней мере, в моей вселенной эта штука умеет читать все 4К, разные там Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS, все это, разумеется, на борту И вот интересно, что эта штука, в принципе, предназначена в основном для просмотра видео Она умеет воспроизводить аудиофайлы с высоким разрешением Вплоть до 32 битс до 92 килогерц Абсолютно любые аудиоформаты, включая наш любимый аудиофизкий MQA Так что, учитывая, что у нее есть оптический выход Вы можете подключаться к внешнему ЦАПу И стримить музыку, использовать его реально как цифровой транспорт Но на самом деле, не это все делает ЗАПИТИ по-настоящему классным девайсом Если вы помните, я уже говорил, что компания ЗАПИТИ на самом деле софтверная И вот здесь они как раз сделали потрясающую работу Они сумели завернуть кучу этих современных технологий в очень простую и удобную оболочку Вам совершенно не нужно ничему учиться Здесь настолько все просто и удобно Прямо вот как в экосистеме Apple на самом деле Очень близко к этому, во многом Однако здесь всего больше естественным Вы даже можете подключить сюда беспроводную клавиатуру и мышку И выходить в интернет с помощью нее, прямо с телевизора Плюс, так как здесь Bluetooth есть Вы можете подключить свои беспроводные наушники И сидеть ночами смотреть фильмы и никому не мешать И вот в моей системе этот медиа-центр берет весь контент из папки на моем NAS сервере Там я сваливаю все в кучу буквально И он сам понимает, что здесь фильмы, что здесь сериалы Там все это рассортировывает сам Грузит обложки, описания, саундтреки Все сделано настолько классно и удобно, что тебе реально нужно только залить файлы в папку Все остальное он сделает сам И у тебя уже все причесано, все красиво, с нормальным интерфейсом Все пироги Причем вся база хранится в облаке И вам не нужно переживать насчет того, что вы там что-то потеряете Если вы вдруг сами там что-то там описывали, какие-то файлы Плюс вы проапгрейдились на новый, какой-нибудь более высокоуровневый плеер-запитие И у вас все это останется У вас там есть аккаунт свой В общем, все очень круто Но есть одна вещь, которая меня бесконечно разочаровывает в этой штуке Ну на самом деле, реально И это огромный архаичный пульт управления Ну просто невероятный Такое ощущение, что он достался нам от старых телевизоров из 90-х Ну вот Причем я знаю, что они могут сделать хорошо У старших плееров классные современные такие пульты, отличные Ну это младший, поэтому придется довольствоваться вот таким Ну справедливости ради стоит отметить, что он на самом деле удобный У него тут, я не знаю, видно будет, подсвечиваются клавиши В общем, в принципе, он вполне себе нормальный Просто вот по дизайну он как-то вот не сочетается со всем этим Коробочка такая классная, все А пульт вот, ну вот такой Ну да, в общем, вот Зато за пяти сделали потрясающее приложение для телефонов и планшетов Там совершенно классный интерфейс Все выглядит ровно так, как на экране телевизора И этим всем удобно управлять с помощью вот touch-интерфейса на вашем телефоне Что касается качества картинки Ну я вам в самом начале признался, что я не очень требовательный к этому всему Но могу сказать, что по сравнению с моей старой Apple TV это просто небо и земля Но реально очень классно все это показывает Плюс вы можете же качать еще огромные файлы там с супер разрешением Он все это умеет воспроизводить, все показывает без всяких лагов Я даже специально попробовал поискать недостатки в картинке, ну ради обзора, да, думаю, попридираюсь Но мне на самом деле придраться не получилось к картинке На хорошем файле с хорошим разрешением все просто замечательно Пользоваться за пяти очень просто по той причине, что они сделали очень хороший софт в первую очередь Они не перегрузили интерфейсы, автоматизировали большинство второстепенных функций Все это происходит само без вашего участия, да, вам достаточно просто сесть и включить и смотреть Так что я нашел практически идеальный для себя девайс в плане просмотра киношки навязчивого, да, ютубчика и всего такого Он не требует каких-то специальных навыков, не потребовал чего-то дополнительного в моей системе, да Прекрасно зацепился к моему серверу и не разорил мой карман Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова